Генпрокурор Беларуси обещает ужесточить наказание для организаторов протестов. Многие арестованы, хотя правозащитники считают их преследование политически мотивированным. Комитет по правам человека ООН обязал Беларусь в ближайшие полгода пересмотреть законодательство о массовых акциях. Суд в Женеве решил, что власти неправомерно ограничивают право граждан на мирные собрания. Генпрокурор Беларуси, в свою очередь, утверждает, что акции в стране уже давно не носят мирный характер. Он говорит о перекрытии улиц, поджогах и взрывах, однако ни одного доказанного факта причастности протестующих к таким действиям нет. При этом следствие затягивает рассмотрение заявлений от самих митингующих. Сотни человек жаловались на издевательства и пытки со стороны силовиков, но до сих пор по этим фактам нет уголовных дел. Напомню, протесты в Беларуси продолжаются почти пять месяцев. Люди добиваются отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. В Украине с пятницы вступают в силу новые ограничения из-за коронавируса. Усиленный карантин будет действовать до 24 января. На этот период в супермаркетах запретят продавать целый ряд товаров. Купить можно будет только продукты питания, лекарства, корм для животных и еще несколько категорий. Остальное нужно будет заказывать через доставку. Власти рассчитывают, что такая мера сократит число посетителей магазинов и, как следствие, снизит риск новых заражений. Всего в Украине уже более миллиона случаев коронавируса. Более жесткие ограничения начинаются и в Англии. Британский премьер Борис Джонсон объявил об этом накануне вечером. Предупредил, что ближайшие недели будут самыми трудными. Жителям запретили покидать дома без уважительной причины. Все школы и университеты перешли на дистанционное обучение. Большинство магазинов на время карантина будут закрыты. Ну а рестораны смогут работать только на вынос. Причиной таких мер стал новый штамм коронавируса, который, по мнению ученых, распространяется быстрее, чем прежний вариант. К другим новостям. В США сегодня пройдет второй тур выборов в Сенат в штате Джорджия. Исход голосования решит, у какой партии будет большинство в Верхней Палате Конгресса. Если выиграют демократы, они будут контролировать и Белый дом, и Сенат, и Палату представителей. То есть это даст избранному президенту Джо Байдену возможность легко провести свои реформы. В первой гонке в Джорджии сойдутся потомственный политик Дэвид Пердью и 33-летний журналист Джон Оссофф. Во второй жена миллиардера Келли Лефлер и пастор Рафаэль Уорнок. Джорджия традиционно южный республиканский штат, но на президентских выборах здесь впервые за долгое время выиграл Джо Байден. Сейчас по опросам оба демократа также вырвались вперед. Кандидат от республиканцев активно поддерживает Дональд Трамп. Келли Лефлер накануне пообещала, что она, как действующий сенатор, не признает победу Джо Байдена. Напомню, что Конгресс должен завтра утверждать итоги голосования. Ну а накануне заседания произошел крупный политический скандал. Вашингтон-Пост опубликовала запись телефонного разговора Трампа с секретарем штата Брэдом Рафенспергером. Президент требовал изменить итоги выборов и найти ему дополнительные голоса. А демократы уже назвали это злоупотреблением властью. Новый президент Молдовы отказалась увольнять трех министров. Экономики, финансов и здравоохранения. Хотя раньше политик сама призывал правительству идти в отставку. Социалисты, которые контролируют парламент и поддерживают бывшего главу государства Игоря Дадона, обвинили Майю Санду в превышении полномочий. А министр юстиции заявил, что отказ президента утвердить отставку будет равносилен практике принудительного труда. Но в администрации Санду говорят, что по закону члены правительства даже после увольнения не могут сразу покинуть свои должности. И это станет возможно только после формирования нового кабинета министров. Иначе вся страна рискует столкнуться с политическим кризисом. Новое правительство в Молдове вряд ли будет сформировано раньше лета. Для этого в стране необходимо провести новые выборы депутатов. Их должны объявить уже в ближайшее время. Прийти к компромиссу и сформировать кабинет министров с действующим парламентом Майя Санду не смогла. А старый парламент перед инаугурацией президента выполнил ее требования и в конце декабря подал в отставку. Санду обвиняла сторонников Дадона в попытке узурпировать власть в Молдове. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. Следующий выпуск ровно через час. Оставайтесь с нами и до встречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова